Это изолированная, замкнутая фазовая траектория. То есть у её окрестностей, сколь угодно, близко к ней, нет других замкнутых фазовых траекторий. Ну и, значит, свойства этой траектории определяются не начальными условиями, а свойствами системы. А другие траектории могут к этой траектории притягиваться, например, ну или как-то удаляться от неё, там, разных вариантов. Ну и вот, если они притягиваются, это имеет своё название, это называется аттрактором, да, такая вот, предельный цикл. Если к нему притягиваются другие фазовые траектории, это аттрактор. Ну а с физической точки зрения предельному циклу соответствует автоколебания. Ну, значит, давайте мы закончили, по-моему, на том, что как-то так набросали контуры физических систем, в которых возможны автоколебания, во-первых, там, значит, должна быть система, которая может, в принципе, колебания совершать, да, вот, не обязательно, конечно, гармонически, но вот, колебания какие-то, может, совершать. Второе, значит, там, диссипация в такой системе должна присутствовать. Следующее, раз диссипация, раз у нас какие-то стационарные режимы, возможно, должна присутствовать подкачка энергии. Ну и последнее, должна быть обратная связь между колебательной системой и источником энергии, чтобы вот эта энергия поступала к каким-то дозированным образом. Вот это четыре признака автоколебательных систем. Ну, давайте теперь пойдем дальше и приведем пример такой системы, ну, там, мы в подробностях не будем просматривать, ну, вот, скажем, значит, давайте посмотрим, как автоколебательный режим возникает в такой физической системе, как ЧЗИ. Ну, и опять, как и без деталей, только в самых общих чертах. Итак, вот пусть у нас есть часы, и мы описываем движение стрелки. Пусть вот угол Фи, это поворот стрелки, там, от какого-то заданного направления, вот, ну, понятно, что там несколько стрелок, ну, мы вот какую-то взяли, и вот ее описываем, вот, дальше, когда Фи с точкой, это будет скорость, скорость движения нашей стрелки. Вот если мы так вот возьмем стрелку, и там, вот если у нас есть только стрелка, она нет источника энергии, а источником энергии груз, например, да, вот, возьмем и просто толкнем, да, то у нас с течением времени после толчка затухнет движение, да, то есть Фи остановится угол, и Фи с точкой будет стремиться твую. То есть у нас в системе имеется трение, сопротивление движению, ну, и будем считать, что это сопротивление описывается, ну, стандартным образом, там, вот, значит, такая вот модулированная экспонентой затухания, да, то есть вот если график там, ну, давайте вот Фи с точкой нарисуем, да, Фи с точкой вот это нарисовать, то это будет вот что, так, это вот запухающая экспонентка, да, с двух сторон, и между ними будет вот такое затухание, да, считая затухание слабо для простоты, тогда вот такое устранит, да, то есть может она там несколько кругов сделает стрелка, прежде чем остановится, вот это Фи с точкой, от времени так зависит, да. Ну, можно ввести условный период затухания, допустим, вот это у нас Фи с точкой ИТа, Фи с точкой ИТа максимум, да, а следующий максимум, вот этот, меньше, да, будет Фи с точкой И плюс первая, вот, Фи с точкой И плюс первая. Ну, и вот между ними, значит, расстояние между такими максимумами, значит, ну, одинаковое, и это условный период. Мы можем, значит, через этот условный период, выразить так называемый логарифмический декремент затухания, да, ну, вот давайте его буковкой ДМА, где-то обозначим, это вот массовый коэффициент трения, да, коэффициент диссипации на период, да, коэффициент трения на единицу массы, да, приходящейся. Ну, и тогда, значит, у нас Фи с точкой ИТа, Фи с точкой И плюс первым, да, будет равно, значит, е в степени Д, да, е в степени Д, да, как раз. Поскольку, ну, вот это вот экспонент, да, вот таким образом приводит к затуханию. То есть следующее амплитудное значение, да, у нас вот на такую экспоненту будет меньше. Ну, вот это если бы у нас не было... Да, ну и можем еще нарисовать сразу же тут кусок фазового портрета, соответствующего, ну, вот, допустим, движению в промежутку времени, что там, между Фиитом с точкой и Фиитом с первым, да, то есть на фазовом портрете это будет как-то так вот. Тут Фи, Фи с точкой, вот, вот, ну, давайте, вот, допустим, это вот у нас Фи и Т, а это Фи и плюс Фа, да, значит, вот она, вот здесь Фи и Т с точкой, а вот здесь Фи и с точкой плюс Фа. Вот это кусок фазового портрета, содержащего, по-моему, часа, и, да, по-моему, периоду. Вот. Это, значит, в том случае, если бы у нас не было источника энергии. Ну, а теперь присоединим источник энергии, ну, и укажем, как бы, механизм, да, как эта энергия будет поступать в систему, то есть вот этот механизм обратной связи. то есть мы будем считать, что у нас энергия подается дозированно, вот механизм так устроен, что энергия подается дозированно, и вот, значит, когда проходит вот этот вот период, да, т, то есть когда вот у нас система переходит от Фии с точкой к Фи плюс первому с точкой, да, у нас в систему поступает, ну, там, какая-то энергия, что приводит к скачку скорости, на величину А. То есть это вот, ну, или там А, тут А не красиво, она не может что-то, с точкой скорости, на величину А. Причем, значит, то есть вот когда у нас, значит, вот этот период заканчивается, да, у нас амплитуда вот этой скорости будет уже после поступления энергии не Фиитая с точкой, Фии плюс первая с точкой, а Фии плюс один с точкой штрих, которая равна, значит, Фии плюс один, да, с точкой плюс вот эту нить. Вот так. Ну и причем будем считать опять-таки, вот, что обратная связь, наш механизм устроен так, что вот это, ну, ровно такое, что вот эта вот Фи с точкой штрих, да, будет равно предыдущему амплитудному значению, то есть Фиитом с точкой, да, то есть вот как раз на ту величину, на которую, значит, у нас скорость убавилась, да, за период, она вот в момент окончания этого периода прирастает, то есть вот эта вот вся величина будет равна тогда Фиитому с точкой. Фиитому с точкой. Ну и теперь мы можем воспользоваться всеми формулами, которые у нас есть, значит, воспользоваться тем, чтобы... Да, если теперь мы вернемся к фазовому портрету, то у нас в результате, значит, получится, что вот здесь вот появится новый участок фазовой траектории, да, вдоль оси Фи с точкой, вдоль оси ординат, да, который равен... А, это ню. И вот так происходит на каждом периоде, да, и в результате у нас устанавливается, значит, некая замкнутая траектория, которая является предельным циклом, да, то есть вот эта вот изолированная замкнутая траектория получилась, такая, ну, она, как видите, такая не непрерывная, но тем не менее замкнутая, изолированная, значит, это предельный цикл какой-то. У нас накачка, что ли, в конце периода каждый раз? Да, да, это идеальная схема. То есть вот мы механизм так устроили, вот как период заканчивается, так сразу энергия поступает. Понятно, да? С бесконечным импульсом? Почему бесконечным? Ну, то есть там за бесконечно короткое время... Ну, реально, конечно, оно там не бесконечно короткое, да, то есть реально, конечно, оно там какое-то конечное, но малое, да, по сравнению с периодом. То есть там вот тикнуть часам, там, да, ну вот, не знаю, ну вот, если как... Вот подходит, и там как бы такая более мелкая шестеренка, если хотите, стоит, да, она срабатывает маленький зубец, и вот на этом маленьком зубце там поступает НР. Вот. Ну, значит, поинтересуйтесь, книжек по часам много написано, вот, да, вот, да, нашу задачу не входит, как бы, тонкости часовых механизмов обсуждать. Если кому интересно, пожалуйста, там есть книжка «Теория часов», по-моему, называется, там, правда, и с точки зрения физики, и с точки зрения математики все эти процессы понаписаны. Вот. Нас интересует принципиальный момент, да, что вот образовался предельный цикл. Ну, и, следовательно, вот этот процесс – это автоколебания, да, в такой системе наступили автоколебания. Ну, и понятно, что, как бы, они устроены таким образом, что, значит, ну вот, если мы, допустим, там, маятник чуть побольше отфлодим, да, у нас все равно постепенно система, ну, там, потихов немножко побыстрее, да, она выйдет с течением времени на этот цикл. И если чуть-чуть сделать меньше амплитуды колебаний маятника, да, ну, источника энергии, все равно у нас система со временем выйдет на этот предельный цикл. Вот часы так устроены. Вот. И, собственно, как бы, вот маятниковые часы, они явились таким фундаментальным этапом в географических путешествиях, да, вот, собственно, почему их стали создавать, потому что надо было время в море точно измерять, да, то есть этот механизм, он должен быть устойчивым к внешнему воздействию. Вот. Значит, то есть у нас любое внешнее воздействие, хотя там, значит, немножко там сбивает стрелку, да, но со временем все равно эта стрелка выходит вот на этот аттрактор. Вот. На этот предельный цикл, который таким образом является аттрактором, да, то есть почему аттрактором? Потому что все другие там фазовые траектории близлежащие, они к нему притягивались. Если там начальное условие у нас вне аттрактора, во внешней области, то с течением времени идёт притяжение, да, к этому предельному циклу, и точно как же внутренние данные. Если в начальном условии задать какие-то, вот, они тоже будут подтягиваться. То есть это так. Ну, можно найти амплитуду, да, вот я не зря тут формулу писал, давайте вот эту вот амплитуду найдём вот, вот эту вот и амплитуду. Ну, по сути дела, это вот. Ну, фи с точкой. По сути дела, это фи с точкой. Ну, берём и всё подставляем. Значит, вот отсюда у нас фи и плюс первая с точкой, это фи и с точкой на е в степени минус d, да, например, нет. Значит, и тогда, значит, подставив вот эту вот фи и плюс первая с точкой вот сюда, мы получаем, что фи и с точкой на е в степени минус d плюс, ну, фи и плюс первая с точкой, да. Ну, и фи и с точкой – это вот как раз фи амплитудная, да, фи с точкой амплитудной. Ну, и отсюда находим, что фи амплитудная, фи с точкой амплитудная равно е в степени, ну, ну, значит, на е в степени, туда берём вас, да, значит, ну и цена минус d в степени минус d. Вот так. Вот это, значит, ну, там, амплитудная скорость, что ли, 4, да. Ну, вот, можно, конечно, эту систему подробнее рассмотреть, можно какой-нибудь предложить конкретный механизм обратной связи и описать такую систему математически, ну, мы с вами как бы вот не будем на этом останавливаться, нас интересуют всегда принципиальные моменты в нашем курсе, как такие предельные циклы могут образовываться. Ну, мы ещё вернёмся к предельным циклам, а пока пойдём дальше. И следующий вопрос, который мы рассмотрим, это дефуркация динамических систем. Дефуркация динамических систем. Ну, значит, мы с вами в самом начале говорили, что поведение, ну, или динамика нашей системы, а мы её описываем, вот если вектор на меня написано, вот такой системой проявлений, x точка равно f от x, так вот она зависит не только от динамических переменных x, но и ещё от каких-то там, мы даже там другой вектор писали, от набора параметров, которые, значит, определяют движение этой системы. Ну, что это могут быть за параметры? Ну, там, какие-то характерные масштабы системы, допустим, длина маятника, там, масса маятника, да, там, какой-нибудь коэффициент яскости, коэффициент времени, и так далее, и так далее. Вот всё это, ну, там, допустим, температура там внешняя, там, давление и так далее, смотря какую систему мы рассматриваем. Всё вот это вот примеры параметров такой системы. И, значит, вот при изменении этого набора параметров у нас, значит, может качественно изменяться характер движения рассматривания системы, характер движения динамической системы. Вот. То есть, ну, допустим, если на фазовом пространстве смотреть, то мы меняем параметры, и при изменении параметров у нас, значит, возникает, ну, меняется фазовый портрет. Фазовый портрет, причём там топологически меняется, какие-то там новые особенности могут появляться, или если эти были старые особенности, они как-то там, значит, ну, направление движения может быть меняться. Вот. Ну и вот такие процессы, когда при изменении параметров изменяется динамика системы, называются бифуркацией. Значит, бифуркация – это качественное изменение динамики механической системы при изменении её параметров. Ну, самый простейший тип бифуркации, когда, значит, вот у нас параметров не так много, а именно, допустим, один параметр. Предположим, что у нас система зависит от одного параметра. И вот мы дальше будем изучать в основном такие системы, когда, значит, имеется один параметр, ну, там, максимум два. Понятно, что можно, как бы, эту тему реформализовать и, там, рассмотреть, значит, более общий случай, но он, как бы, он достаточно сложен, но, видимо, не будет. Вот. Ну и простейший, и начнём изучение бифуркации, изучение простейшей одномерной динамической системы. То есть пусть у нас наша динамическая система описывается одной какой-то переменной, одной динамической переменной, x, а её движение, да, описывается вот таким уравнением. x точкой, это f и от н. Вот такая система. То есть фазовое пространство у нас одноверно, да, это равно единица метров фазового пространства, то есть это сама ось x, является фазовое пространство в такой системе. Ну давайте прежде всего изучим особые точки в такой системе, да, причём в линейном приближении. Для этого нам, значит, надо выделить состояние равновесия, вот пусть у нас таких состояний несколько, x и t, да, это состояние равновесия, вот здесь и у нас означает не номер динамической переменной, а номер состояние равновесия. Это то, что мы раньше, ну так, подписали, x ноль как-то. Ну а теперь для краткости будем нолик опускать просто, да, что его каждый раз опускать, необходимости в этом нет. Ну и в состоянии равновесия у нас x и t с точкой равна 0, да, и, следовательно, вот это, если это так, то тогда из уравнения движения получается, что и f описитое, ну, чем номер динамической. Вот это в состоянии равновесия. Ну теперь возьмём какое-то конкретное состояние равновесия с конкретным номером i и, значит, произведём небольшое отклонение, да, без этого равновесия. То есть будем считать, что x у нас, x, это x и t, вот вблизи состояния равновесия мы можем описать x, представить как x и t плюс какое-то z. Ну и тогда разлагаем в ряд функцию r, да, ну, то есть вот все эти стандартные процедуры, которые мы уже проделали для более сложного случая и которые вы можете сами сейчас проделать вот в качестве такого небольшого упражнения, мы получаем, что z с точкой у нас, да, вот подставляем уравнение движения, предлагаем функцию r и отряда и подставляем уравнение движения, пользуясь тем, что x и t равновесия, получаем вот что. Это, так, ну давай, сейчас мы напишем df по dx в точке x и t на z, ну и плюс, вот там z большое, там, да, нелинейные члены, значит, масс, которая зависит тоже от z, там и от мёд. Ну вот, смотрите, у нас вот здесь возникла вот эта производная. с одной стороны, это вот тот самый якопиан, да, только тут он одномерный, там у нас была матрица j, да, матрица j, да, состоящая из таких производных, ну а здесь одна производная, да, причем в положении равновесия. ну давайте мы, да, и поскольку f у нас зависит от мёд, да, f зависит от мёд, то и эта производная будет от мёд зависит. Вот давайте мы эту производную обозначим буковкой лямбда. Лямбда будет зависит от мёд у нас теперь, от внешнего параметра. и это, давайте так и напишем, df, ddx, ну, так, точки x. То есть, ну, вот давайте я прям, то есть у нас вот, 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 после размножения мёд получится вот такое уравнение, z с точкой, там, равно лямбда на мёд, да, на z, и плюс нелинейный член, это большое. Вот. В линейном приближении, да, когда мы отбрасываем в линейные члены, ну, у нас, вот, равновесие, да, его устойчивость, в частности, определяется знаком этой производной, да, то есть линейным приближением, мы получаем уравнение z с точкой равной лямбда z, и его решение, ну, там, z пропорционально e в степени лямбда z, да, лямбда z, да, лямбда z, да, лямбда z. Вот. Ну, и видим, что при лямбда, значит, при лямбда меньше 0, у нас, то есть, если лямбда меньше 0, то df, то d, d, значит, x, 0, равновесие устойчиво, поскольку экспонента с течением времени z обращает 0, да, поскольку тут и d, стремящимся к бесконечности, d стремится к 0, и x тем самым стремится к x0. А если лямбда больше 0, то есть, когда df по dx точке x0 больше 0, то равновесие неустойчиво, поскольку z при t стремящемся к бесконечности тоже стремится к 0. то есть, мы видим, что устойчивость равновесия определяется знаком производства в этой особой точке. Ну и понятно, что если мы изменяем mu, то и лямбда может изменяться, и у нас лямбда может при каких-то mu изменять знак. да, вот при, значит, mu равном какому-то конкретному значению, там лямбда может изменять знак, и равновесие может менять устойчивость. Ну и, значит, тем самым будет изменяться фазовый портрет, да, качественно меняться фазовый портрет нашей механической системы. Ну, давайте, чтобы не быть голословными, вот сразу на какой-нибудь картинке это дело всё рассмотрим. Вот пусть у нас график f от x, f от x, ну, вот какое-нибудь... Ну, давайте начнем. Вот такое, вот такое, вот такое, вот такое... Значит, ну, положение равновесия, где f равно нулю, да, f равно нулю. Это вот те точки, где функция f пересекает вось x, вось ординах. Значит, у нас x1, x2, x3, x4, x5. x5 в положении равновесия. Теперь, какие из них устойчивые, а какие неустойчивые? Смотрим на знак производной в этой точке, да. То есть производная – это угол наклона касательной, да, значит, вот, вот, скажем, вот, мы возьмем x1 и x2 точек, вот, касательную там проводим, видим, что с точки х2, да, ну, и… Вот там df, логовидность точки, х1. Вот там λ1, допустим, да. Вот. У нас производная какой знак имеет? Меньше нуля. Отрицательность с уголным кодом. Вот он лежит во втором квадрате еще. Отрицательность. А вот рамда 2, это df под dx в точке х2 больше нуля. Следовательно, точка х1 это положение устойчивого равновесия, а точка х2 неустойчивая. Ну и тогда легко фазовый портрет нарисовать. Если х1 устойчивое равновесие, то все фазовые траектории с течением времени... А фазовое пространство это оси х, значит, мы просто стрелочки на оси х рисуем. Все фазовые траектории, если х1 устойчиво, направлены к ней. С течением времени приближаются к этой точке. Ну и наоборот, х2 неустойчивая, значит, от нее. Х3 опять устойчивая, опять к ней. Ну х4 от нее. Х5 от нее. Просто надо направление стрелочек чередовать, и мы получаем правильный фазовый портрет. Устойчивое, неустойчивое и так далее. То есть мы видим, что вообще говоря, вот в таких системах, значит, у нас фазовый портрет, есть чередование вот этих вот стрелок в разных сторонах. Ну ладно. Ну а дальше что мы делаем? Дальше мы изменяем мюл, и как-то у нас функция f при этом меняется. Ну вот давайте там просто перерывы лучше. Сравновесие. Ну, предположим, так вот, чисто как-то так, теоретически, иллюстративно, у нас, допустим, при изменении параметра мюл поднимается вот эта средняя часть. Да, то есть качественно, в основном, пусть меняется вот эта серединка. Остальные там, ну тоже как-то меняются, но так, не сильно. А вот средняя часть изменяет. Ну так система, предположим, устроена. Опять повторяю, это для того, чтобы проиндустрировать какие-то идеи. Так считаем. Итак, вот пусть эту хамп-3, там мюл равна мюл 1, а при мюл равна мюл 2, у нас картинка уже изменится. Это, допустим, вот мы там взяли и через какое-то время снова фазовый портрет посмотрели там, ну или через какое-то время, а точнее при каком-то значении параметра, да, или другом. И вот у нас фазовый портрет пусть вот такой получился. Так, вот это пусть там практически не изменилось, а вот это вот мы взяли и увидели, что вот эта часть, она как-то так поднималась. Это при мюл равна, так, нет, давайте вот так, лучше не так, еще пораньше посмотрим. Вот увидели, что вот так вот произошло, бывает вот так. Это при мюл равна мюл 2. Значит, что у нас при этом произошло с фазовым портретом? У нас появилось две многих особых точки. Одна из них устойчивая, другая неустойчивая. Т.е. произошло качественное изменение фазового портрета, ну значит, ну ладно, стрелочки сами нарисуете там, да. Вот, то есть вот вторая устойчивая, да, первая неустойчивая. Т.е. появилась пара новых особых точек, и причем одна из них устойчивая, а вторая неустойчивая. Вот это как бы общее свойство, что вот в одномерных системах особые точки рождаются парами. Вот если мы что-то там другое делаем, мы никак особую точку не получим. Вот. Она только парами нужна. Ну и дальше родилась парами. Дальше смотрим. Опять средняя часть у нас поднимается при каком-то следующем значении параметра. И мы имеем уже вот такой вот график. Вот давайте то, что я там сначала хотел бы сделать, вот так, да. В втором случае появилось две новых фазовых особых точки, а в третьем случае, в ню равномерных точек исчезло две старых особых точки, да. Вот эта вот исчезла и вот эта вот старая. Там х3 и х4 исчезли. Х3 и х4. То есть они не только появляются парами, но и исчезают парами, да. Особые точки в одномерных системах. Но для нас, ну это вот, конечно, важные свойства одномерных систем, что они всегда парами исчезают и появляются. Ну, кстати, по-другому понятно и быть не может, потому что у нас стрелки должны туда-сюда направлены быть, да. Значит, пара должна появиться, чтобы правильно было управление на стрелок. Ну а между вот этим вторым и третьим случаем есть промежуточный случай, а именно вот такой. Когда у нас график касается оси Х, вершина вот эта, касается оси Х, и возникает вот, значит, такая точка, которая вот в эту линейную схему не укладывается, поскольку вот в этой точке, да, ну давайте Х со звездой ее обозначим, да, в точке Х со звездой ДФ по ДМ с Х в точке Х со звездой равно нулю, нулю. То есть, а при этом нулю равно вот какому-то ню со звездой, звездному значению, да. И вот эта особая точка и есть точка бифуркации, точка бифуркации. Поскольку, значит, если мы параметр ню чуть изменим, ну скажем там, увеличим его, мы получим вот второй график, да, значение ню равное ню 2. Если график движется вверх, то мы получаем второй график. А если график движется вниз, то мы получаем первый график, да. То есть видим, что при переходе вот через эту точку бифуркации у нас как раз система изменяет качественно свои свойства. Происходит качественное изменение свойств системы. А вот эта ню звездная, да, ню со звездой, это бифуркационное значение параметра. Значение параметров точки бифуркации. Вот. Итак, значит, что у нас происходит в точке, насколько производная вращается в ноль, ну и вообще говоря, значит, сама функция, да, вот так, со звездой тоже бифуркации. Вот. Ну это вот вкратце одномерный случай. Теперь давайте перейдем к более сложным системам и рассмотрим теперь двумерную систему. бифуркации двумерной системы. Ну вот, условно, здесь все бифуркации можно разделить на два типа. Значит, ну, первый тип – это бифуркации, не связанные с рождением предельного цикла, ну, а второй тип, соответственно, бифуркации, связанные с рождением предельного цикла. Ну, бифуркации не связанные с рождением предельного цикла. Ну, давайте мы так рассмотрим качественно на картинках, там, примеры таких, дефуркации, а больше, внимание, делим все-таки более интересным вещам – дефуркациям, связанным с рождением предельного цикла. Ну, сначала вот разберем, рассмотрим, как там, в принципе, могут происходить дефуркации, не связанные с рождением предельного цикла. Итак, теперь у нас n равно 2, а система описывается уже двумя уравнениями. Ну, значит, x1 с точкой равно f1 от x вертара 1, параметр 1 по-прежнему, x2 с точкой равно f2 вертара x и от одного параметра 1. Вот система в рождении динамикой. Ну, x двумерный вертур. Итак, опять рассмотрим некоторые особые точки. В общем случае, здесь, конечно, у нас, опять же, λ, да, могут быть, собственные числа, могут быть комплексными, там, ну, там, давайте исключём комплексные напряжённые пары, там, λ и, там, λ это минус минус, это альфа итое, которое от ню зависит, да, плюс минус, и, там, β итое тоже зависит от ню. Ну, примеры, да, примеры. Ну, предположим, у нас имеется вот такая система. Значит, спектральный спектр, её рисуем, спектральную диаграмму. Так, вот это вот реальная часть λ, а ниная часть λ. Ну, давайте сначала одна, значит, одна особая точка, вот такая. Значит, это λ на минус, да, минус. Что это за особая точка? Отрицательная, устойчивая. Давайте так, даже не будем просить координат. То есть, фазовая картинка, это вот такая вот, вот эта особая точка, вот там, и вот так вот накручивается к ней, да, устойчивый фокус. Дальше. Изменяем ню, и у нас как-то меняется λ, да. Это λ, ну, там, могут, там, они друг другу приближаться, удаляться, а что для нас самое главное, могут сдвигаться вдоль реальной оси. И вот, пусть они сдвигаются вдоль реальной оси, и в какой-то там, при каком-то значении μ, значит, значит, ну, я тут по-прежнему не листую, да, вот. при каком-то значении μ, а это как раз и будет, там, бифуркационное значение между звездой, да, у нас они выходят на оси. То есть λ минус и λ плюс лежат на мнимой оси. Что здесь у нас происходит? То есть здесь у нас реальная, значит, вот здесь реальная часть λ внецательная, а здесь реальная часть λ равна 0. Вот здесь какая у нас особая точка. Самая любимая для студентов должна быть особая точка под названием центр, да, поскольку ей соответствует исцеляться гармонически, да. То есть фазовая траектория здесь, ну, вот эта вот точка вот центра, фазовая траектория, а вот окружность, допустим, да. Там, в ту же сторону. Ну, кстати, обратите внимание, что это непредельный цикл. Почему это непредельный цикл? Ну, потому что это неизолированное, да? Да. И еще, как бы, вот второй признак предельного цикла, значит, фазовая траектория, вот эта, зависит от начальных условий, то есть от энергии. Изменяем энергию, там, да, в начальном условии она у нас меняется. А предельный цикл, он от начальных условий не зависит. Изолированный предельный цикл, да, изолированная вот замкнутая фаза траектория не зависит от начальных условий. А это зависит. Она определяется, ее радиус окружности определяется. Ну, и смотрите, почему это дефуркационное значение? Потому что идем к мю-1, от мю звездой, получаем опять фокус устойчивый. А если мы идем дальше, в положительную часть реальной полуплоскости, то есть когда у нас фазовая спектральная диаграмма становится вот такой вот, да, вот опять, то есть вот сдвигается вот так, ну, сдвигается по стрелке, то есть лямбда сдвигается по стрелке. То есть когда мю-1, ну, внутри. Вот. Мы уже получаем, какую фазу выходит, то есть реальную часть лямбда положительная. Фокус, только не устойчивый, да, не в ту, не в другую сторону, да, то есть вот опять вот точка ООН у нас. Ну, вот стрелочка меняется, да. Ну, а изменилась стрелочка, значит, изменился фразовый портрет. То есть вот простейший тип, как бы простейший тип бифуркации – это вот такой там, да, когда имеется одна особая точка, и в результате бифуркации, ну, изменяется, как бы, характер этой особой точки и характер фазовых траекторий вблизи этой особой точки. Ну, вот, если две особых точки там, две особых точки, тут могут быть посложнее, как бы, ситуации. Ну, давайте я тоже тут сотру. А теперь вот пусть у нас имеется, ну, вот, скажем, это лямбда 1, лямбда 2, лямбда 1 плюс-минус, и имеется еще… так… еще одна особая точка, ну, скажем, пусть это седло будет. Седло у нас… Седло у нас… Реальность. Да, реальность будет. Нет, с двух сторон. Седло что будет? Двух сторон. Гамбда 2 и гамбда 3. Реальность. Ну, что здесь? Ну, какая здесь диаграммка? Значит, вот рисуем О1, так, О2… Дальше, О1 – это у нас устойчивый фокус, а вот два седло, ну, допустим… Вот как-то так, да? Вот так, а тут у нас вот так, по два, да? Значит, стрелочка сюда, сюда… Значит, если седло, то стрелки у нас в одну сторону, ну, в разные стороны с одной стороны и с другой стороны в разные стороны, но уже меняют направление. То есть, вот траектории, фазовая картинка, вот если ее нарисовать, ну, вот она какая-то такая. Здесь идет закрутка. Дальше. Ну, давайте, тот же самый процесс двигаем, то есть меняем μ и пусть у нас λ плюс-минус двигается, да, λ1 плюс-минус. То есть, опять вот там, значит, λ2, λ3 остаются, да, значит, а вот здесь они выходят на мнимую ось. Значит, λ1 плюс-минус λ2, λ1 плюс-минус. Значит, ну, вот здесь трещина на доске помешает, ну, вот я постараюсь изобразить, значит, что здесь происходит. Ну, вместо фокуса центр появляется, значит, вот, значит, это седло остается, О2 остается, да, значит, О1, О1, дальше, так, О1, значит, раз центр О1 там окружностью окружена, да, дальше, ну, вот так, вот так вот, ну, и вот что-то такое. Значит, ну, и стрелочка. Вот так вот. Вот это при инфункционном увеличении звезды. Ну, и, наконец, значит, если тот же процесс, ну, мы переваливаем там, то есть седло у нас остается, ну, там как-то, может, оно там сдвигается чуть-чуть, но, как бы, сам характер, что это седло остается, да. Вот переваливаем через ось, значит, это лямба 2, там лямба 3, там лямба 1, минус лямба 1 и плюс, да. Здесь у нас уже должны измениться стрелочки, значит, вот смотрите, если на первой картинке у нас как бы заходило на седло, то есть, ну, как вот это вот, ну, сепаратриса, если хотите, да, вот та линия, которая через центр седла проходит, через сепаратрису седла проходит, да, вот она должна накручиваться на О1. А здесь она уже должна раскручиваться, значит, она что? Это сепаратриса, она нижней становится, да, та, которая раскручивается от О1, она выходит вниз. То есть, картинка будет вот такая. Значит, О1, О2, так, 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 вот эта раскручивающаяся, вот она стартует, и чтобы раскрутиться, она, вот, О2 должна к нему подойти. Вот, у нас здесь вот, теперь вот так как-то будет, ну, там просто она тоже заходилась, не поднялась. Вот, изменился характер движения, то есть, накручивалось сверху, раскручивается О1 снизу. Вот, ну, вот так, такого типа процесса может быть. В принципе, вот, ну, можно так, на фазовой плоскости, там, ничего не решая, никаких задачек, а просто вот, рисуя картинки, проанализировать и понять качественно, как процесс происходит. Ну, вот здесь еще, вот, когда у нас много особых точек, могут быть более сложные процессы, связанные с рождением и уничтожением особых точек. Но эти процессы уже вот так, в рамках такой линейной, как бы, парадигмы, да, вот, не опишешь. Вот, когда рождаются, уничтожаются особые точки, это всегда нелинейные процессы такие, да. Ну, как минимум, значит, там, значит, производные дополнительно обращаются в ноль, и мы должны учитывать нелинейные дополнительные члены каких-то процентов. Ну, давайте вот, например, чем-нибудь вот такое рассмотрим. Так, вот так. Фантазировал, да, вот, пусть у нас теперь имеется вот, что. Ну, я не буду теперь эти вот, значит, спектральные линии, ну, хотя начальную можно нарисовать, Пусть у нас имеется то же самое седло, и пусть имеется узел устойчивый. Устойчивый узел. Пусть O1 – устойчивый узел. Ну подумайте, какая спектральная картинка в этом случае, соответственно. Давайте я теперь сверху вниз буду порадить. Значит, вот O1 – это у нас устойчивый узел, а O2 – это 2 седло. Значит, устойчивый узел – это у нас вот такие цисочки параболы. Причём картинки, ну вот так. Вблизи O1 – это кусочки параболы. Дальше они, конечно, могут быть какими-нибудь другими. Но вот вблизи O2 – это кусочки параболы. Ну и вот такой кусочек, который через там находит узел. Значит, O2 – это седло. Значит, тогда мы должны сепаратрису этого седла изобразить. Ну я вот так не буду там соединять. Ну вот вблизи O2 как-то вот так. Вот что-то такое. Дальше. Дальше. Это, значит, при ню первом. Дальше. Вот изменяем параметр ню и, в принципе, O1 и O2 могут слиться в одну особую точку. Было две, а стало одна. Такие процессы тоже возможны. Их как бы там надо по отдельности анализировать. Ну вот я как пример привожу. Вот они слились в единую точку O. Значит, что тут? Тут должно что-то остаться от узла и от седла что-то остаться. Значит, это вот известная нам точка типа седло-узел. Значит, это... Как она там изображается? Ну вот. Вот что-то такое там. Вот эти вот узкие параболы там, да? Значит, дальше вот там что-нибудь вот такое там. Это при бифолкационном значении параметра. Могу слиться. Могу слиться. Вот. Вот. Ну и... Значит, дальше изменяем параметр ню и вообще эта особая точка, в принципе, исчезнет может. Это как два заряда разных знаков. А вот здесь разные устойчивости, да? Вот O один устойчивый, а O два неустойчивый. Они аннигилировали. Вот он, процесс аннигеляции. А дальше всё как бы. Уже этих зарядов нет там. Что-то другое. Вот фазовые траектории. Ну, вот такие интересные процессы. Ну, опять-таки, вот... Значит, эти процессы, конечно, более сложные, но их тоже можно как-то там анализировать на фазовой плоскости. Ну, а вот такие, которые мы раньше рассматривали, где они происходят уничтожение и прождение особых точек, проще анализировалось. То есть, как качественно изменяется система, можно понять, ничего не решая, только рисуя каждый фазовый патрет. Ну, вот, это, значит, примеры, когда у нас, значит, не рождается там никаких никаких аттракторов, ну, не аттракторов, а предельных циклов. В системе не возникает автоколебаний в результате бифуркации. Но, возможно, конечно, системы, где автоколебания при результате бифуркации в системе наступают автоколебания, рождаются автоколебания, рождаются предельные циклы. Ну, и давайте, например, такой системы рассмотрим. Вот, значит, о чем математический пример. Посмотрим, так вот можно описать рождение предельного цикла в какой-то там динамической системе. Плюс у нас наша динамическая система описывается вот такой системного уравнения. , значит, x1 с точкой это плюс нелинейный член... Ну, давайте для простоты, пусть они там независимы from mass. x1, x2. n1 тут, n2 равно om x1 плюс nu x2, ну, это, чтобы вы понимаете нашу дефолтационную параметру. n1 и n2, ну, какие-то нелинейности, там, степенные, допустим, для определенности. Почему степенные? Степенные нелинейности, они удобны с двух точек зрения. Во-первых, с помощью степенных нелинейностей можно в достаточной степени точности аппроксимировать практически любую функцию. С помощью полинома в нужной степени мы можем там все минимумы и максимумы выделить на графике. А во-вторых, со степенными нелинейностями есть очень хороший, хитрый метод, который называется методом нормальных форм Коан-Каре. Так вот, этот метод нормальных форм Коан-Каре позволяет там понижать степени нелинейности с помощью преобразований координат специальных, понижать степени нелинейности, ну и, например, сводить там нелинейности двадцатого порядка к уравнениям с полиномами второго или третьего, ну третьего порядка. Так что очень такой нетривиальный способ, но, к сожалению, он сложный и выходит за пределы нашего курса, но, тем не менее, вот, имеете в виду, если кто-то там встретится, вот, обратите внимание на вот нелинейных форм Коан-Каре. Вот. Ну, давайте, значит, то есть вот N1, N2 какие-то нелинейности. И понятно, что вот их можно там, если они там до двадцатого порядка, в принципе, их можно вот там, ну, с некоторыми оговорками, да, свести там к определенным губическим элементам с помощью вот этого Коан-Каре. Сначала рассмотрим линейное приближение. Рассмотрим линейное приближение. Ну, что в линейном приближении? Отбрасываем вот эти нелинейные члены, отбрасываем. И получаем вот такое уравнение. Ну, и Коан, здесь вот эта матрица из производной, здесь у нас вот такое. Это, значит, μ, минус омега, омега, ну там. Вот. Значит. Находим λ. λ, как известно, являются решениями характеристического уравнения, терминант y минус λe. Так. Размон 0. Размон 0. Размон 0. Так. Значит, отсюда находим два корня гамда 1 гамда 2. Значит, что у нас линейно приближается для системы? Ну, если у него отрицательное, да, то что у нас? Ну, такие затухающие гармонические колебания, что ли, да, если хотим? Вот. Затухающие колебания. То есть это вот аналог, ну, немножко более сложный, но все-таки аналог линейного затухающего сцелятора, да? И, значит, особые точки здесь, ну, какие, значит? Если μ больше нуля, то что у нас? Ну, давайте меньше нуля. Меньше нуля, то что? Какая особая точка? Центр? Нет. Центр, вот. Так. Фокус какой? Устойчивый, да? Значит, устойчивый фокус. Фокус. Значит, μ равно 0. Это как раз центр. Это гармонический осцелятор. И μ больше нуля. Это неустойчивый фокус. Устойчивый фокус. Вот. 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 Это вот то, что касается линейного приближения. Давайте теперь нелинейное приближение. Ну, для этого нам надо определиться с видом нелинейности. Ну, возьмем вот, как бы, с учетом того, что я про нормальную информацию говорил, и линейности n1 и n2 вот в таком видно. Значит, а x1, x1 в квадрате плюс x2. То есть это максимальная степень этого полимома тройка, да? Полимом тройка степень. Ну, значит, просто вспоминать неравномально. Это, конечно, не общий вид полимома, но вот как пример такого полимома. Значит, n2. Возьмем тот же самый параметр, а маленькое. Значит, здесь x2 будет вместо x1. Вот такие нелинейности полимомы третьей степень. Ну, и тогда у нас вот уравнения. А, маленькое, x1 в квадрате. Вот система уравнений, которую мы должны навести. Так, ну и какие предложения? Как нам с этой системной уравнений поступить? Так, сейчас у нас скоро пара заканчивается. Да, ну, если, кстати, нормальную форму там использовать, то следующие вот эти добавки будут уже не четвёртой степени, а пятой степени. По x1, там, коренок пятой степени. Это из теории Рюсон-Гуан-Корреслия будет, что тут кубический, а следующий уже пятой степени. То есть нечётность сохраняется только. То есть если у нас, как бы, нечётный полимом, то, значит, третья, пятая, там, седьмая и так далее. Ну, чётный там, вторая была, вторая. Ну да, а мы в главном порядке и в пятой степени отрасли. Ну и какие идеи будут? На самом деле мы похожую систему рассматривали. Более простую, правда, но рассматривали. Во всяком, ну как бы, вернее так, не систему, а приём рассматривали. Вообще говоря, смотрите, тут как бы даже в тетрадках не надо рыться, а вот надо посмотреть на структуру нелинейности и видим, что у нас вот такие штуки возникают. Напрашивается в какую систему координат? Полярную. Полярную систему координат, конечно. Тогда это Р в квадрате будет сразу, да? Посмотреть, что будет. Ну, выйдет, выйдет, не выйдет, не выйдет. Но напрашивается перейти в полярную систему координат. Ну вот, всё равно уже не успеваем, в следующий раз перейдём.